На днях в Якутии отметят 40-летие с момента прихода железной дороги на территории республики. В 76-м году 2 ноября состоялась прокладка «Золотого звена». Наш корреспондент Розалия Борисова расскажет о человеке, который творил историю, принимал участие в строительстве Малого Бама Амура-Якутской магистрали. На всесоюзную стройку Руслану Ивановичу попасть с первого раза не удалось. Путевки не хватило. После нескольких месяцев ожидания о мечте строить будущее было решено забыть. Уже старое место в столярку там устраивал, уже перешел работать. И в остановку отстаю, 1 октября стою, и секретарь у меня как раз домой, оказывается, сходил, забегал. Говорит, ты, говорит, уже второе, третье, на Баму уезжаешь. Как? Все, говорит. И с того дня началась совершенно не похожая на прежнюю жизнь. 40 лет. Руслан Иванович, как сегодня, вспоминает годы работы, путь до Тынды, первый рабочий день в Шимановске, друзей, бойцов и все события того времени. После Шимановска была учеба в Тынде. Якутский отряд самостоятельно начал прокладывать железную дорогу. Исправлялись с новой обязанностью все одинаково ответственно. Но выполняли работу каждый по-своему. Все мосты, да, вот, мосты времени, да, проходили ночью. Потому что в темноте ты высоты сильно не видишь, и головокружения нету. На другой день идешь и говоришь, у-у-у, как проходили. Высок. Вместе с работой якутские комсомольцы успевали гулять на свадьбах, отмечать красные даты календаря и устраивать голубые огоньки. Бегом бегали. Часам девяти там новой столовой должен был новогодний огонек быть. Вот, чтобы успеть только. Таких новых годов у Руслана Ивановича было 11. 11 лет наш герой строил железные дороги Якутии. Как будто так и нужно было. Все молодые, интересные. И хотелось бы все новое посмотреть. Ну, новые люди, новая местность, все новые изменения. Сейчас большинство парней, которые сейчас остались, если было, все почти говорят, так и пошли, повторили бы тоже. И спустя 40 лет каждый участник стройки века сможет вернуться обратно в те места, где вершилась история. Снова оказаться на границе Амура и Якутии, проехать по некогда густой тайге, где участники отряда якутский комсомолец рубили просеки и возводили целые города и поселки. Розалия Борисова, Георгий Григорьев, НБК Саха, Якутск.